12.06 в Кирове продолжается программа Дневной Разворот студии. С вами по-прежнему Николай Голиков и Светлана Занько. Здравствуйте еще раз. Все, кто только что к нам присоединились. И мы, как и обещали, будем рассказывать вам о перспективах развития проекта 30 скверов, что с ним сейчас происходит. Также он нужен городу, как раньше, по вашим отзывам, он был необходим или нет. И в связи с этим у нас в студии Светлана Кейкина, эксперт регионального отделения Общероссийского народного фронта, ландшафтный дизайнер и организатор клуба «Вятские сады». Светлана, добрый день. Здравствуйте. Ну и кроме того, Светлана один из создателей сквера, концепции создания сквера, да, и руководитель вот этих работ, руководитель проекта сквера на Менделеево, улице Менделеево, между улицей Воровского и Московской. Этот сквер одним из первых, ну, даже было так заявлено во всех СМИ в прошлом году, 4 августа, торжественное было открытие этого сквера. Это было первое торжественное открытие в рамках городского проекта «30 скверов». Не только в этом месте велись работы в прошлом году, но этот сквер продвинулся дальше всех. Мы увидели уже действительно какую-то законченную работу на определенном участке. По скверу было много планов и на этот год, и большая работа прошла в прошлом году. Вот мы сейчас, Светлана, начнем с того, что напомним, какие работы прошли в прошлом году, только мы напомним, что у нас на сайте хакирова.ру и в нашей группе ВКонтакте есть опрос. Есть опрос, да, и мы предлагали вам в нем поактивнее участие. Кстати, участвуют довольно-таки активно, судя по тем циферкам, которые у нас тут высвечиваются. Вопрос очень простой. До ближайшего от моего дома парка или сквера. И три варианта ответа. Я могу дойти пешком, не могу дойти, нужно ехать. И живу за городом, за забором, лес. Вот мне очень нравятся последние варианты. Жалко, что за забором. Да, забор-то это не самое страшное препятствие. У нас пока в группе ВКонтакте с большим отрывом лидирует вариант «могу дойти пешком». Правда, комментарий есть очень хороший под опросом. У нас пешком можно полгорода пройти. Это же не значит, что должна быть пара зеленых зон и достаточно. Вот нельзя с этим не согласиться, потому что город на самом деле территориально не очень большой. Лидирует вариант ответа «могу дойти пешком», но на втором месте не могу дойти, нужно ехать. И еще есть очень такие комментарии. Вот они как бы немножко совпадают с тем, что мы с тобой, Светлана, говорили в первом часе. И важнее не наличие скверов, а их состояние, пишет один из наших участников вопроса. Зеленая зона к северу от трамплина превратилась в помойку стараниями населения. И еще аналогичная жалоба. В районе БХЗ на Красной Горке половину санитарной зоны вырубили под застройку микрорайона. Интересно знать, давал ли кто-то на это разрешение. Вот тоже одна из сторон вот этого вот разговора о том, нужны ли нам зеленые зоны, парки и скверы. Какими они должны быть и нужно ли это обсуждать на каких-то общественных слушаниях. Ну давайте вернемся к скверу на Менделеево и напомним, что в прошлом году там происходило. В прошлом году мы сделали планировку, то есть у нас была большая работа по изучению самого района, что там уже есть и какие потребности есть у населения. И выявили, что для подростков и молодежи нет места, где бы они могли просто собираться. Да, есть спортивные площадки, да, есть футбольная площадка, но нет места, где бы можно было просто. И поэтому они хулиганили на детских площадках во дворах. Поэтому мы приняли решение, что сквер это место кратковременного пребывания, то есть там люди проходят и могут присесть отдохнуть. И мы решили вместо обычных скамеек сделать качели. Мы их установили в прошлом году, сделали три качели из поддонов и сделали настилы из поддонов со скамейками и столами. Опять же, это было продиктовано тем, что молодежное место должно быть антивандальным. И если сломали, то легко восстановимым. Поэтому мы использовали такие материалы. Помимо этого мы сделали перепланировку самого участка, чтобы перенаправить воду. Там он затапливался и канализацией, и дождевыми водами, там все плавало. Поэтому грунт был смыт, растительность кроме лопухов не держалась. Мы сделали дополнительные канавки, водоотводы. И в этом году там уже травостой совершенно другой, колокольчики. И сделали посадки деревьев и кустарников. Приняли решение, что это будет рябиновая аллея, плюс небольшое количество хвойников. И посаженные спиреи и ирга. Это было в прошлом году сделано. Растения в единичном выпали. Но это единичное деревца, все остальное выжило. Прижилось? Да, прижилось. Поэтому есть настроение, есть посадки. Сделана тропинка. То есть если она в прошлом году была глиняная и ее размывала при дождях, то мы ее сделали гравием, потому что нам нужен был пропускающий воду покров. Чтобы не по асфальту, опять же, в одно место стекало, а было просачиваемо. И дорожкой пользуются активно. Она сохранилась, утрамбовалась. Может быть, можно подсыпать, но пока мы этого решения не приняли. Вот это в прошлом году было сделано. И после открытия там в сквере проводились несколько мероприятий. Не нами организованные, даже не местные люди организовывали. Там сексофонист приходил, ребята для детей проводили мероприятия в честь первого сентября. Где-то еще. То есть сквер уже был задействован по прямому назначению, да? Да. Как место вот такого? Да. А там все лето провели дети, которые после школьного лагеря приходили туда. И вот они, пока вот мы не уйдем, они все там с нами. Благоустраивали. То есть помогали, да? Они благоустраивали. Они сажали цветочки, что-то пересаживали, подсаживали, с камнями нам даже помогали. Вот. Где подклотить, где подкрасить, они за. И вот в этом году это было вообще очень радостно. Они бегут с открытыми руками, что вы снова, скоро ли у нас тут снова будет. Но вот на лето у нас планы есть. Ну, кстати, это очень важно, потому что сквер устраивался благодаря, в первую очередь, активистам, возглавляет их, вот человек, который сидит у нас в студии, Светлана Кейкина, благодаря интерактивному клубу «Вятские сады», благодаря компании «Рубикон», участие принимал Центр местной активности Ленинского района. Территориальное управление Ленинского района очень эффективно себя проявило. И это очень важно. Активные жители близлежащих домов. И мне бы хотелось, чтобы вот за три минуты до перерыва как раз Света рассказала о том, как вы работали с местными жителями, потому что вот здесь, в этом месте, так же, как и в парке у Дворца пионеров «Мемориал», очень активно прошла работа с местными жителями. Вы там не просто решили и стали что-то делать. Такая позиция тоже есть. Лучше никого не спрашивать, лучше сделать, а то ведь зарубят хорошее дело на корню. Вы провели исследование, вы опросили жителей, вы их привлекли в итоге к работе. Методику определённую использовали. Да, это потом мы уже узнали, что есть такая методика по работе с общественными пространствами. Мы просто, когда изучали место, ходили по самому будущему скверу и встречали тех, кто проходит с колясками, прогуливаются, просто мимо проходят. Это был первый просто опрос под какой-то карандаш. А что вам здесь нравится, а часто ли вы здесь проходите, а что бы вы здесь хотели, чтобы было, а какая проблема здесь есть. Ну вот просто познакомиться и спросить. А второе, мы прошли по дворам и посмотрели, а что там сейчас есть. То есть опять же записали, сколько детских площадок, какие детские, в каком состоянии. И, конечно, к нам подходили местные жители, а что вы здесь делаете. Это вот был третий момент, потому что подходили самые активные главы подъездов, домов, ТОС, СМА и так далее. И они уже говорили о своих проблемах и что бы они здесь хотели, а что они уже здесь планировали. Потому что когда стало понятно, что этот сквер, его можно как-то благоустраивать, ребята уже хотели там разбить автостоянку. А мусорные площадки, да, традиционно, а чего тут вместо... Любая свободная горизонтальная поверхность, это автостоянка в первую очередь, конечно. И с мусорными площадками, то есть вот там как решить этот вопрос. А там рядом с мусорными баками, по традиции, была еще свалка бытового мусора, строительного мусора, шины там вот эти все валялись, все было. Вот, то есть вот такие вот три момента, которые мы провели в соцопрос, проанализировали ситуацию, прошли, что уже есть, и спросили местных активистов, а что они здесь хотят, вот чтобы было. Вот такие вот моменты. И когда мы начали, ну, вообще планировали, то мы потом им рассказывали о том, а что здесь будет. И когда там, ну, вот проблему, например, что молодежь сидит на детских площадках, да, нам все сказали, вот мы их тут из песочницы выдергиваем, с качелек выдергиваем. Я говорю, так надо им просто место поставить. Такие, ну да, было бы хорошо. Ага, вот у нас идея уже пошла. И дальше мы начали спрашивать, да, да, что было бы хорошо, если бы молодежь вообще со дворов-то куда-то вот, а где поведнее место. И вот так вот эта идея родилась. И когда мы уже потом с бизнесом разговаривали, с местным, со спонсором, то мы и говорили им, что вот такая вот проблема есть молодежь, вот им нужно место. Вот, и так мы, наверное, вовлекали в то, что вы сказали, что вам это надо. Вот мы это вот нарисовали, мы это сделали, мы хотим вот это. То есть да, правильно, вы это хотели. Да, мы это хотели. Но это было все не под протокол. Не под протокол. Это не под протокол. Сейчас прервемся буквально на полминуты и продолжим говорить о судьбе сквера на Менделеева и, в общем, проекта 30 скверов. То есть что хотели? Да, и вот, и вот мы сейчас, и что происходит в этом году, мы сейчас вам расскажем. Но, кстати говоря, Коль, может быть, с твоей истории начать? Нет, мы просто когда... Они просто перекликаются. Да, перекликаются, потому что когда речь пошла о том, что вот как изучать мнение жителей, да, мы столкнулись с совершенно противоположным таким вариантом. То есть у нас вот есть сквер рядом с организацией, где я сижу, известный в городе напротив октября. Можно назвать. Да, 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 ну, как называется, там, где раньше когда-то давным-давно был памятник Сталина, собственно говоря. Сейчас этот сквер не особо ухоженный. На Карла Маркса. На Карла Маркса, да. И там управление территориальное поставило две скамейки, две урны. Буквально на утро после этого к нам уже в организацию прибегают местные жители и говорят, зачем вы поставили скамейки? Убирайте немедленно! Мы не хотим, чтобы здесь кто-то сидел, начнёт собираться молодёжь и прочий асоциальный элемент. Молодёжь и прочие асоциальные элементы. И прочие асоциальные элементы. Для них это одно и то же. Я почему-то очень внимательно слушал, как вы говорите про работу с местными жителями. Если мы там что-то будем делать, то мы, наверное, будем очень подробно с местными жителями общаться и под протокол. Ну, просто этот сквер тоже требует и ухода, и хотелось бы, чтобы скверы наши менялись и превращались, вот как тут говорят, качество сквера. Да, да, да. Что он из себя представляет, чтобы они менялись. И сталкиваешься с тем, вот скамейки, это прежде всего, конечно, пункт преткновения такой, потому что наблюдений у нас нет, патрулирование у нас минимальное, да. А этим летом особенно минимальное. Да, насколько мы понимаем, потому что ведь чемпионат мира. Да, чемпионат мира, всё, ехали охранять футболистов. По футболу, а подросткам и прочим асоциальным элементам где-то надо собираться. Но если прочие социальные элементы на виду, и каждый патрульный, и каждый гражданин, в принципе, может сделать замечание, и они очень быстро реагируют обычно на это, то подростки, товарищи, это те же люди. И подросткам, к сожалению, здесь, в этом городе делать вообще абсолютно нечего. Мы об этом, кстати, говорили. Детскими площадками все активно увлеклись, ППМИ работает, мы их ставим, вот эти яркие детские площадочки. Тренажеры спортивные для пожилых людей тоже где-то как-то работают. А подросткам вот совершенно нечего делать. Причём самый активный возраст подростковый, это же сплошной адреналин людей в голове, да, и вот и куда им. Да, мы с тобой понимаем, наши уже 12-летние с тобой дети просятся на улицу, а пойти вообще некуда, там детский парк Гагарина, как я смотрю на этот экстрим-парк из старых железок, из старых вот этих досок, страшно на это смотреть, вот вообще им заняться нечем. Их начинают гонять, и где они собираются, я вот тут не разу же в эфире говорю и буду говорить, в недостроях различных, где можно чуть-чуть укрыться, в подворотне. Или в этих зданиях, которые под снос, расселённые, стоят. В зданиях под снос, расселённые. Ой, там просто битком народу, да. И когда в такой атмосфере они собираются, а с чем они собираются? Я вот вчера наблюдала, например, у нас улица Ленина и Молодая Гвардия, там есть алкогольный магазин, и вот вчера, ребята, там стояли подростки с пивом, никто даже вот, ну вообще даже не обращал внимания, да, а дальше они идут в недострой в овраг, в недострой в соседний дом, там горы мусора и пива, они там чем хорошим будут заниматься? Ну вот ничем. И тут получается такая история, что да, пусть они ведут себя хорошо, но чтобы тут вот не под нашими окнами. Да, чтобы мы только этого не видели, чтобы нам не мешали. Интересно. А то, я не понимаю, что и песни поют. Да, интересная вот такая история. И вот действительно, сквер на Менделеево очень много было видеосюжетов, и очень много было отчётов, и мы видим улыбающиеся лица людей, которые сами участвовали в устройстве этого сквера, теперь вызывает нарекания других жителей, видимо, которые не подходили к вам, а теперь вот они проснулись, и теперь начали что делать, писать жалобы. И когда мы строили, ну вопрос был, что вы здесь будете строить, и вопрос скамейки, вот он тоже возникал, что только не у нас под окнами. Но есть же вот эти правила, что мы отступили сколько надо от окон. И, конечно, мы планировали сделать шумоизоляцию в виде кустарников высоких, но так как они ещё маленькие, то никакой шумоизоляции ещё не выросли. И сейчас, так как молодёжь проводит много времени в сквере, и даже после 10 часов, то есть маленькие разбегаются, а выходят постарше, и начинают громко говорить, и местные начали жаловаться, что, да, они нам ночью мешают. Они начали жаловаться, власти вынуждены реагировать. Как они реагируют, мы пока не знаем, к чему это приведёт, но было сообщение, что власти намерены провести общественное слушание. Общественное слушание и, может быть, снести? И снести этот сквер. Это всегда самое простое и кардинальное решение. Источник шума просто убрать. И тогда мы получим... У нас там эти дома, около которых сделаны, планировался сквер, они как раз сейчас под снос, их расселили. И вот это запущенные дома, где может собираться молодёжь, там овощные ямы, тоже прекрасное место. Вот, мусорка. И, в общем-то, если место будет пустовать, тогда дети пойдут туда. И прекрасно там себе соберутся. И там уже, да, там уже кто их оттуда будет выуживать, совершенно непонятно. Но здесь два вопроса я на самом деле вижу. Во-первых, даже несколько. Во-первых, всё-таки последовательность в принятии решений. Если власти приняли решение, это было в 2016 году, что будет развиваться проект 30 скверов, что будет проходить планирование, что будет привлекать население и бизнес для того, чтобы благоустраивать. И не только потому, что денег в бюджете нет, а потому что люди должны быть вовлечены, и они запустили этот процесс, то надо быть последовательными и проводить эти реформы, и проводить этот процесс до конца. Окей, возникла проблема, давайте собираться её обсуждать и решать. Раз. Во-вторых, что бы я хотела сказать? Вот если там идёт строительство, сейчас намечается, то власти могут уже даже не из-за подростков, а просто взять так мимоходом, надо же техники где-то проезжать, и по скверчику так бетонные плиты выложить, или под парковочку его забрать, потому что там же дома будут строиться, небось многоэтажные будут строиться, а парковочные места там сильно нужны. Там, кстати говоря, дворы старые, они довольно просторные, их можно планировать определённым образом, но это будет зависеть от того, какому застройщику что отдадут. Мы с вами знаем, как разные застройщики планируют прилегающую территорию. И всё-таки тот момент, что эта длинная зелёная зона могла бы остаться зелёной, учесть. Будет у власти желание это сделать? Будет ли у них политическая воля или нет? Мы тоже с вами не знаем. И вот с этой точки зрения предложение провести общественные слушания, но только не общественные слушания по вопросу сносить-не сносить качели и что делать с этими безумными подростками, которые позволяют себе тут собираться и песни петь, коль как ты говоришь. А что вообще будет на этом месте? Как вообще будут строиться эти дома? Какой генплан по этому месту? То есть принципиальное решение должно быть принято, что должно быть на этом месте, что на этом месте должен быть сквер. А уже все остальные вопросы, которые из этого текают, решать уже в другом порядке. Но главное, чтобы было принципиальное решение, что сквер здесь останется, именно как зелёная зона. Что бы там ни строили рядом. Мы даже хотели бы поучаствовать, если там будут строительства домов. То есть давайте мы сделаем это единым, пусть сквер будет прилегающей территории. То есть мы под план-то как раз можем и подстроить, это всё замечательно. И пройдёт как раз вот эти три года, когда всё ломается. То есть у нас очень много общественников говорят, что три года выкапывают, ломают, а потом всё успокаиваются. То есть нам третий год ещё в следующем продержаться. Этот и следующий остался. Да. Вопрос на самом деле комплексного развития территории, который трубят, но пока мы что-то пока не видим, как она реализуется, эта задача комплексного развития территории. Вот здесь точно требует общего мнения. И ещё раз, если будет там общественное слушание, то наш запрос всё-таки такой абсолютно прямой. Давайте мы будем слушать не только насчёт качелек, а вообще, как вы собираетесь развивать эту территорию. Потому что люди высказались в прошлом году ясно. Они хотят, чтобы здесь был сквер. Сквер должен был развиваться ещё в этом году. Ещё большая часть территории благоустроена. Люди хотят в этом участвовать. Зелёная растительность, вы же очень много чего убрали, но оставили то, что здоровое, что может расти. И там есть деревья хорошие, и кустарник хороший, и посажен кустарник прекрасный. Господи, Свет, ну взрослые люди, ведь жалуются-то взрослые люди на детей обычно. Они прекрасно понимают, что посажены ирга вот в этом году, что там, рябинки посажены. Они же прекрасно понимают, что пройдёт пять лет, это всё поднимется, и всё будет нормально. Они же взрослые люди, это же не дети. Да, и с другой стороны, вот эта работа, о которой мы говорим, территориальное управление и центров местной активности, она как раз и заключается не только в благоустройстве, а заключается в том, что нужно работать с населением, простите, а подростки это тоже население, и у них есть свои потребности, и у них есть свои задачи, и у них есть цикл выхода на улицу. И это нужно учитывать, и их нужно организовывать для того, чтобы они не шумели под окнами, но могли спокойно проводить там время, например. Они будут шуметь с другой стороны под окнами, на детских площадках или в подворотнях. Это одно другому не мешает совершенно, правда же? А здесь есть организованное место, вот как Светлана говорила, которое можно контролировать. Вот насчет того, как вы это контролируете и что вы делаете для подростков, это, кстати, тоже вопрос, который на общественных слушаниях я предлагаю поднять. Ну и под занавес, потому что у нас остается три минуты до завершения, там был еще вопрос, который перекликается с нашей будущей программой «Урбан». Уже в эту среду она пройдет, программа «Урбан». Мы оттолкнулись как раз от запроса жителей на Менделеева, который в прошлом году возник. Там как раз у входной группы у этого сквера, я надеюсь, которая останется и будет развиваться, был вопрос по мусорной площадке. Может, тут сказали, что она была такая страшненькая, раздолбанные контейнеры, свалки рядом, свалку убрали, все зачистили, хотели даже куда-нибудь ее перенести, чтобы она не портила вид, но оказалось, что логистически всем идеально эта площадка подходит. Нет, Светлана? Все правильно. Она логистически правильно в месте находится, просто ее можно сменить, буквально перенести с одной стороны на другую. Переориентировать. Да, переориентировать. Но тут нужно управляющую компанию, тут нужно, чтобы согласились все жильцы, тут нужно, чтобы коммерческая фирма еще согласилась, и мы, как представители сквера, и территория управления должна согласиться, и все эти не могут договориться. Это столько инстанций, чтобы просто переориентировать вот эти несколько бочков. Нет, ее все-таки перенести в другую сторону или просто конфигурацию площадки сменять? Развернуть по-другому, да? Развернуть по-другому, то есть она с одной стороны дорожки, тротуара во двор, который ведет, и на другую сторону перенести, там нет окон, там нет, то есть она остается на том же пути, но просто вот она упирается. Может быть, это не лучшее решение. Давайте проведем общественное слушание о том, как перенести мусорную площадку. Нет, на самом деле в прошлом году, когда мы звонили и говорили и с теруправлением, и с САХом о том, что можно сделать с этой площадкой, все говорили, что да, классно бы все-таки наши площадки в принципе видоизменить, чтобы они не выглядели как просто там раздолбанный асфальт, на котором стоят в основном, так вот у нас это выглядит, в основном контейнеры, ничем не прикрытые, или еще лучше придумали, в некоторых дворах убрали эти контейнеры под профнастилы, глухие такие, сделали площадки, они непродуваемые, там мухи, крысы и вся вот эта история. Все это выглядит, конечно, ужасно. С одной стороны, мы хотим избавиться от свалок, чтобы не скидывали туда, кто попал, с другой стороны, должно это выглядеть эстетично и в полном объеме забирать мусор, который жители соседних домов несут. Вот у нас этой истории будет посвящен целый урбан в среду два часа, там будут специалисты разные, мы будем по-разному там крутить эту историю, там будет и СААХ, там будет и строители, и управляющие компании, и активисты, и жители, пожалуйста, мы об этом поговорим. Это не значит, что там будет принято решение, но мы попытаемся выработать какие-то предложения. Что касается сквера по Менделею, вот минуты у нас уже осталось, и проекта 30 скверов, у нас есть теперь новый заместитель главы администрации города Кирова, господин Ященко. Мы еще его не знаем, не знаю, Света, удалось ли тебе, никто не знаем, но именно он занимается этим вопросом, правильно я понимаю, сейчас там скверами, благоустройством, новыми правилами, которые до сих пор нам непонятны, как они будут работать, что они в себя включают. Мы, наверное, постараемся организовать встречу. Это было бы очень хорошо. Да, понять, какие вопросы нам задаются, и как мы можем дальше взаимодействовать и работать. И понять, как он сам видит это все. Как он сам это все действительно видит, потому что человек совершенно новый, мы вообще его ни с какой стороны совершенно не знаем, как он сам это видит. Но и все-таки, безусловно, надо абсолютно избавляться от практики, когда ты в этом году делаешь одно, потом все это сносишь и делаешь совершенно другое. Да, вот мы все-таки про стратегию, про планирование говорим властям бесконечно. Продолжение истории в среду в Урбане, и дальше следите за нашими эфирами, и про 30 скверов, и про сквер на Менделееве мы, конечно, будем рассказывать. Спасибо, Светлана Никейкина. И сейчас у нас перерыв и другая тема. Спасибо большое. Продолжаем разговор. У нас меняется тема, но мы уже ее частично анонсировали. У нас по большому счету сегодня все два часа, тема одна. Она вся связана с развитием нашего города, в том числе с удобством для жителей. Совершенно верно. В гостях у нас сегодня Василий Юмшанов, главный редактор газеты «Источник новостей». Здравствуйте. И вот между этими программами «Источник новостей» проводит опросы на своих ресурсах. И в данном случае опрос был приурочен к той идее, которая была высказана сети-менеджером нашим Ильей Шульгиным, который приходил в первую программу «Урбан» в этом году. И он высказывался о том, что делать с переполненными мусорными баками, как раз вот с этими мусорными площадками, которые так непрезентабельно сейчас выглядят. Он сказал на наш вопрос о том, что делать вот с такими площадками, что опрос рассматривается Министерством охраны окружающей среды совместно с операторами, включая САХ. Классическое решение проблемы ограниченный доступ к мусорным площадкам по электронным ключам. Это удобно, быстро, без дискомфорта. Последнее очень важно, так как выброс мусора сегодня процедура малоприятная. И многие с этим согласятся. И вот, коллеги, вы провели опрос. Да, мы провели опрос и результаты опроса таковы. А как звучал опрос, пожалуйста? Вопрос сам-то по себе. Как забыл. Запирать мусорные контейнеры на ключ это. Ну, то есть нужно ли запирать контейнеры на ключ? 93% наших читателей назвали эту инициативу бредом, так как мусор, по их мнению, будут выкидывать рядом с мусорными баками. И лишь 7% наших читателей поддержали эту инициативу. Всего же в голосовании приняло участие около 800 человек. Довольно представительное. Это на сайте проходило голосование? Проходило голосование у нас на пабликах, в частности, паблик ВКонтакте, первый источник. Также можно было проголосовать, отправив смс, наш номер телефона или также письмо на электронный адрес кироврегион, собаколис.ру. 800 человек, это очень много. А кроме вот этих двух вариантов ответа, какие еще были варианты? Самые простые варианты, то есть да или нет, за или против. То есть обсуждалось именно вот предложение, что это по электронному ключу сделает доступ к контейнеру. Ну, в принципе, вот я просто на себя ситуацию примеряю, я подхожу своим мешком, да, у меня этого нет ключа, я что, я же обратно не пойду за ним, даже если просто его дома забыл. Я положу рядом. Я, честно говоря, я положу рядом и пойду дальше по своим делам. Вот, а я бы, конечно, хотела, чтобы у нас была устроенная площадка, чтобы доступ к этой площадке имели только мы, жители, которые платят по договорам. Может быть, как-то это по-другому сделать, а не запирать? Ну, вопросов на самом деле очень много остается. Главный вопрос, это за чей счет все будут делать, то есть за чей счет будут устанавливать площадки, за чей счет будут делать ключи, а что будет, если ключ не сработает? То есть у нас, ну, как вы знаете, тоже есть такие люди, которые не всегда доносят до мусорных боков пакетов с мусором. И сейчас они все доносят. Кто-то выбрасывали в подъезда, кто-то складирует около подъезда. Что же будет, если все-таки такая инициатива воплотится в жизни? Ну, на самом деле, вопрос был не праздный. Вопрос как раз самими же жителями был задан. Что делать с этими мусорными площадками, вокруг которых все скапливается, вокруг которых приходят как раз люди без определенного места жительства и копаются, где там летают вороны, мусор и прочее. А самое главное, у нас, к сожалению, как выясняется, и эти цифры мы уточним именно в среду, будем знать определенно, огромное количество организаций, юридических лиц не заключают договоры на вывоз мусора, и мусор свой скидывают в наши с вами баки, за которые мы платим. Мы-то платим эти деньги за вывоз, сбор и обслуживание площадки, а они нет. И на самом деле, как выяснилось, больше всего скапливается мусор именно не от жителей, а именно от юридических лиц, которые так вот экономят и за наш счет мусор свой выбрасывают прямо рядом. Вот какой вопрос был. И, конечно же, если будут приниматься какие-то решения по запирающимся площадкам, то это будут изначально точечные решения, это будут какие-то пилотные проекты. И, конечно же, именно для этого мы сейчас сделаем Урбан на эту тему, чтобы обсудить с разных сторон опыт разных городов и разных стран и мнение горожан и их выбор подготовить, а не просто как-то это насаживать. Конечно, невозможно, особенно вот эти площадки, которые прямо на улицах находятся, на проезжей части, практически там прилегающие к проезжей части территории, взять там, поставить что-то на ключ запирающийся. Никак. Во-первых, многие площадки просто развернули так, что к ним не подойдешь иначе, как с проезжей части. То есть ты уже там находишься в дискомфорте, кто его знает, что у тебя за спиной едет, пока ты там открываешь его. Соответственно, это уже время, если там еще будет какой-то ключ. Да, но смотри, история-то все-таки такая, что мы с вами с 1 июля будем платить за мусор в два раза больше, чем сейчас платим за его вывоз. Цвет, это еще не факт, потому что народ пугается. Еще не озвученный, но почему не факт? Есть обращение в городскую думу, насколько я знаю, от спецавтохозяйства, о том, чтобы им можно было повысить, но городская дума на завтрашнем заседании рассматривать не будет. Закон-то ведь уже заработал, и вообще-то мы должны были платить с 1 января этого года уже повышенную плату. с 1 января следующего. А с 1 января-то безусловно, с 1 января-то безусловно, но 1 июля возможно тогда, хорошо, давай так скажем, нам предстоят некие изменения. То есть мы будем больше платить за мусор, а также мы будем платить еще дополнительно за организацию площадок. А вот этот нам до сих пор... Вообще, по идее, если у нас есть единый оператор, будет единый, но он есть, но будет работать, то, по идее, вот эта вся организация, это должно ложиться вообще-то на него. Это должно в тариф входить. и должно выполняться именно им. Тариф-то ведь как раз он ведь направлен на то, чтобы нас упорядочить сбор, создать инфраструктуру, организовать вывоз, организовать достаточное количество полигонов, переработки в итоге, там сортировки и переработки. Это большой глобальный процесс. Но для нас с вами все равно это все будет начинаться у нашего дома. Вот здесь вот будет это все начинаться. И будет закономерный вопрос, если мы там начинаем платить по вот такому тарифу, который озвучился, в среднем 150 рублей с первого января 2019 года озвучивается для Кирова, ну я имею в виду, что плюс-минус рубль, там по-разному говорят, то если я выхожу на улицу и вдруг вижу ту же самую площадку, рядом с которой те же самые там горы мусора, то это будет мой первый вопрос. За что, простите, я плачу? И поэтому вот чисто визуально и психологически на меня будет это воздействовать безусловно. Потому что я дальше по цепочке еще не проехала, не посмотрела, что там дальше с мусором, а у моего дома все то же самое происходит. И эти-то вопросы нужно будет решать в первую очередь. А вот как они будут решаться на существующих площадках, это раз вопрос. А еще очень интересно узнать, что думают по этому поводу строители в своих новых домах. Вот как они организуют вот эти места сбора мусора в разных микрорайонах, если это где-то микрорайоны новые. Я не видела, кстати, надо проехаться перед Урбаном, посмотреть, что там у нас солнечный берег из себя представляет, чистый прудный метроград там сравнить, например, да, что там в Ёлке-парке, и что там в высотках, которые строятся в центре города. Вот я когда себе представляю эти огромные высотки, Коль, представляешь, сколько нужно там контейнеров вот этих выставить? Что вообще это такое? Как это все выглядит? И так ли это действительно должно быть? Я еще вот хочу попробовать вернуться вот к разговору насчет замков. Я все понял, с нашей точки зрения понятно. Я там взял, приложил ключик, открыл все, но люди, которые собирают этот мусор. Да, вот как раз есть... Вот представь машину, которая объезжает там, сколько их там стоит, этих площадок, да? Я, кстати, не только по поводу как раз машины. Вот посчитал в Латвии, по-моему, если память не изменяет, там в 2012 году подобную систему внедряли. Поставили на каждом баке по замку. На следующий день увидели, что все эти баки вскрыли. Местные бродяги. Решили бороться дальше. Поставили камеры видеонаблюдения, ночного видения. И на следующий день эти камеры также унесли. А что сейчас? К чему они сейчас пришли? А сейчас... Историю умолчивает. Надо будет узнать. Те люди, которые официально должны этот мусор увозить, они же, чтобы высыпать из этого контейнера к себе в машину, должны также точно его открыть. Сколько у них ключей будет у водителя? А мы спросим у Саха, когда он придет в среду, что с этим будет делать. Вообще, конечно, мы тут готовились с Даритой Пузлевой к этой программе. Видим, какое количество различных способов и до чего там мысль человеческая дошла и что там делается в соседних странах. И даже в Москве уже такой опыт появился. Все равно мы с тобой два часа уже на Москву ориентируемся, а нам вспоминаем Гошу, который говорит, никогда этого не будет. Это Москва, это другая планета. Никогда это не будет. То есть все равно. То есть вопрос стоит даже в первую очередь, наверное, даже сейчас не в том, запирать или не запирать баки, а что делать вот с людьми, которые не платят и сваливают свой мусор к нам, устраивая эти свалки. И второй, наверное, вопрос для меня, он такой. Я хочу, чтобы с 1 января следующего года я сразу увидела, выходя там из своего дома, что мусорная реформа работает. И вот здесь, хотя бы на уровне мусорной площадки, я уже вижу, что как-то деньги мои тоже работают. Что-то изменилось. Что чисто, что хватает там этих самых баков. Но на самом деле история с людьми, которые к этим бакам подходят утром и вечером, это отдельная, правда, большая история. Их очень много сейчас, мы их всех видим. Это способ даже проживания и промитания для очень многих людей. И это третий уже там аспект, этого дела. Ну, вот еще раз тогда я говорю о том, что в среду в программе «Урбан» с 11.06 до 12.45 мы будем обсуждать самый идеальный вариант мусоросборочной площадки, какие они существуют в мире, какой опыт есть в России, в соседних, прежде всего, нас интересуют регионы. Ну, Москву мы тоже, безусловно, не обидим и заденем немножко. Мы будем это обсуждать с представителями САХа, с представителями строительных компаний, с представителями управляющих компаний и специалистов-архитекторов, и активными людьми, какими вы, наши слушатели, являетесь, уже по телефону тоже 211-101. Естественно, что не надо принимать там в лоб сразу предложение запирать площадки или нет. Мы хотим понять, что делать с самой проблемой там изначально. Благодарим нашего гостя, главного редактора газеты «Источник новостей» Василия Юмшанова. Следите, пожалуйста, за проектом «Урбан» в эфирах нашей радиостанции. И еще раз напоминаю, что распечатка, там, краткая версия программы, выходит следом за эфиром в газете «Источник новостей». И то есть в эти выходные тоже будет эта распечатка. Да, обязательно, конечно. Стенограмма программы с фотографиями присутствующих лиц будет в газете «Источник новостей». Опросы в паблике «Первоисточник» и «Эхо Кирова» и на сайте «Первоисточник» и «Эхо Кирова». Спасибо вам за приглашение. Ну и развод завершен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok